еще раз добрый вечер всем участникам сегодняшней встречи по поводу бизнеса у нас сегодня первое занятие курсы сетевой маркетинг для чайников ну я представлюсь я как бы автор этого курса я родился 7 ноября 64 года то 7 ноября красный день календаря 89 году закончил московский институт пищевой промышленности с 91 года про это было в москве с 91 года проживаю в израиле имеют два гражданства гражданство израиля гражданство россии и с 94 года серьезно и успешно занимаюсь сетевым маркетингом ну как с 94 года так вот по сегодняшний день не только знаете много людей занимаются сетевым маркетингом многие считают что они занимаются серьезно но серьезно это когда у человека есть хороший результат да если результата нет наверно он занимается не совсем этим серьезно чертого года я был в двух компаниях сейчас это вторая компания компания дутера вторая но и той другой компании с разным маркетинг планом с разной продукцией я построил многотысячной организации по всему миру в компании дутера я с октября семнадцатого года вот за это время то есть это меньше четырех лет на организации моя и моих лидеров работает тридцати четырех странах мира и на сегодняшний день насчитывает более чем 5600 человек поэтому то есть видно что результаты серьезные и никакой как это тайна нет я все тайны вам на этом курсе расскажу что все вы могли создавать что-то подобное понятно что это любой бизнес создается это несколько лет требуется но неважно это эти годы пролетят 23 года и у вас будет хороший действующий бизнес компании дутера когда я сказал что в трех странах мира то вы можете представить что компания вообще работает по всему миру вот тут показана карта дутера поэтому у вас нету ни границ ни ограничений не по странам не по количеству людей не по количеству ваших лидеров не по количеству так скажем клиентов вашей сети ну как я уже сказал что вот моя организация арома бизнес моя и моих лидеров да это пять тысяч человек работает тридцати четырех странах мира у вас есть личный кабинет и это буду рассказывать тоже про это на курсе что вы можете даже заглянуть и увидеть количество людей в каких странах сколько людей и соответственно сколько пиви сколько объемы покупок этих людей также по странам вы все это видеть что важно что есть так называемый топ рекрутеры понятно что сейчас вывел повесил это топ рекрутеры не этого месяца потому что июль у нас только начался сегодня 5 июля вот но здесь топ рекрутеры месяца июня и вы видите что можно в месяц рекрутировать то есть это может быть это клиенты может это люди которые пришли не только за продукции но и за бизнесом но важно что можно за один месяц регистрировать достаточно большое количество людей если чек этим занимается и правильно этим занимается главное хорошо знает те идеи то то направление продукции что людям нужно первую очередь конечно все идет от продукта потому что люди не покупают то что им не нужно люди покупают только что им нужно это как бы известная вещь да все что нам не нужно это нам дорого это и это понятно что даст вам этот курс да то есть вы пришли на курсы наверное вы сами потом у меня будет домашнее задание сами для себя решите для чего пришли на этот курс ну я могу три основных момента 3 основных момент показать что в первую очередь даст вам этот курс первое это профессиональные знания как как на практике строить сеть сбыта которая принесет вам доходы чу на практике курс очень практический я даю теоретический материал дальше идут домашние задания и четко говорится что нужно делать все задания когда стал простые их может выполнить любой ученик 5 на уровне пятого класса то есть не нужно даже школу заканчивать для этого а ну трудно только в то трудно всегда заключается в том что нужно это делать а задания простые сделать сможет любой второе обученных лидеры вашей структуры то есть рост продаж за счет увеличения сети сбыта если вы приглашаете на такие курсы до своих людей которые вместе с вами в команде хотят строить бизнес то у вас появляются обученные люди и обученные люди конечно дают лучшие результаты чем люди которые сами изобретают велосипед ну и третье что очень важно создание пассивного дохода про пассивный доход как раз сегодня будем разговаривать все вы это наверное слышали такое высказание пассивный доход все слышали про киосаки про его книжку богатый папа бедный папа вот киосаки там очень много уделяют времени на пассивному доходу я сегодня как раз объясню почему сетевой маркетинг это именно создание пассивного дохода мы сегодня об этом поговорим ну один из элементов пассивного дохода могу сказать что вот я вам показывал количество людей моей организации в том числе есть люди которые в канаде в америке у нас я живу сейчас в израиле у израиля с америка там как из россии 8 часов разницы где-то 10 часов разницы то есть когда я сплю в этот момент люди что-то покупают не идут бонусы а еще лучше есть какие-то люди которые там работают рекрутируют новых людей и опять же мне идут бонусы да при этом я сплю вот это называется пассивный доход просто как пример чтобы сегодня на первом занятии обсудим четыре вещи психологию успешно сетевого маркетинга тоже разберем вообще сетевой маркетинг мотивацию обязательно и основные принципы построения развития большой сети сбыта ну и понятно что в конце будет домашнее задание даже в середине в итоге домашнее задание я выставлю в группах это вот основная цель данного курса это практик конечно практике за время курса научиться и чтобы уже получалось то есть запустить свой бизнес я всегда говорю знать и уметь это две разные вещи поэтому моя задача этого курса и моя задача да как руководители данного курса чтобы вы не знали а чтобы вы умели вот это у мне очень важно и вам тоже ну немножечко я вам расскажу про историю до сетевого маркетинга и млм вообще представьте себе что это очень современный бизнес очень современный маркетинг то есть первая фирма сетевого маркетинга образовалась 1934 году у нас сейчас тысячи 2021 то есть это меньше 100 лет это американский химик карл ренбург он организовал компанию калифорнии витаминс и с этого начался в принципе вот сетевой маркетинг 1934 года в этой компании работала два топ-менеджера рич де восса и джей ванна эндела которые в 1959 году вышли и создали свою собственную компанию под названием амбэй амбэй даже до сих пор существует и даже в семьдесят втором году амбэй купил контрольный пакет внутри лайт это так переименовался калифорнии витаминс то есть вы можете представить что это все вот современные современные такая даже не история а современные события потому что если брать линейный бизнес маркетинг линейный магазин это торговые ряды вы знаете были в древнем время были до нашей эры а это вот современные современный бизнес могу сказать что вот несмотря на то что меньше 100 лет мы говорим про бизнес маркетинг которому меньше 100 лет на сегодня с использованием именно сетевого бизнеса по миру по миру распространяется более 25 тысяч номинований товаров и услуг и кстати самые известные компании которые вы хорошо знаете в свое время активно продвигали свой товар то есть развивались при помощи много уровне маркетинг это кока-кола это колгей джилет виза липтон ford xerox то есть эти компании знаете они использовали особенно вот для стартапа для раскрутки что еще могу сказать насчет истории самый так сказать взрыв истории в истории сетевого маркетинга начался когда именно появилась в первую очередь телефоны стали доступны телефонная связь и потом естественно компьютерная эра и интернет вот интернет просто взорвал сетевой маркетинг и кстати сильно его изменил по сравнению то есть сегодня сетевой маркетинг про который мы будем говорить и как в нем работать он сильно отличается от той старой схемы потому что с приходом интернета появились интернет-магазины сегодня все сетевые компании продают через интернет-магазины то есть любой человек может регистрироваться в любой точке мира и делать заказы то есть очень современный бизнес и он очень подходит естественно для современного бизнеса интернет-технологии подходит лучше чем для линейного про статистику да когда говорят ой сетевой маркетинг кому нужен это вообще непонятно что людям от не нравится ну то есть может быть сколько угодно знаете отношений да как вы относитесь к сетевому бизнесу меня когда спрашивают как я отношусь к сетевому бизнесу я сразу вспоминаю такой анекдот когда молодой корреспондент спрашивает раввина раввин как вы относитесь к сексу раввин посмотрел и говорит молодой человек вы знаете у меня 9 детей мне некогда заниматься теорией вот у меня приблизительно такой же ответ мне некогда заниматься теорией я знаю что сегодня в мире существует более 5000 крупных сетевых компаний с общим оборотом 300 миллиардов долларов в год 300 миллиардов долларов в год поверьте это бюджет это больше чем бюджет большинства стран в мире это к вопросу нужно не нужно люди пользуются не пользуются только в америке работать более 2 2500 крупных сетевых компаний вот это все нужно знать также нужно знать можно ли заработать сетевом маркетинге но по статистике до которые вы можете найти в интернете примерно 500 тысяч человек на сегодня 500 тысяч рублей полмиллиона стали и долларовыми миллионерами именно заработав эти деньги и в системе сетевых маркетингов и еще люди регистрируются им нужно вообще в это регистрироваться и покупать товар сетевых компаниях ну вот ежедневно в мире более 100 тысяч человек становится независимыми дистрибьюторами разных компаний причем это немного 100 тысяч человек я не знаю я считаю что их значительно больше в мире в день регистрируются потому что но представьте себе если есть 5000 компаний то это всего-навсего 20 человек в компанию регистрируются в день я знаю по дутере там они в разы это все больше ну и сетевые компании существуют 125 странах мира и как экономисты аналитики прогнозируют что концу 21 века мы сейчас ну практически в начале да там 21 год идет вот не самое начало но до середины не добрались на прогноз что в конце 21 века примерно 70 процентов всех товаров в мире будут продаваться именно в системе вот этой современной сетевых маркетингов ну уже 30 процентов так и останутся в линейном бизнесе ну вот про Киосаки про Роберта Киосаки я уже говорил да его книжка богатый папа бедный папа вообще у него там есть несколько книжек кстати я вам всем советую всем кто сейчас меня слушает купить приобрести книжечку Роберта Киосаки это последняя как раз книга вот в этой то что в праздничном выпустил по вопросу богатый папа бедный папа книжка называется как отойти от дел молодым и богатым вот и вот что Киосаки говорят что богатые люди строят сети остальные ищут работу это высказывание Киосаки кстати что говорил Трамп у сети он маркетинг однажды Трампа спросили на одном собрании митинги что бы он начал делать если бы вот он так разорился и ему надо было начинать с нуля а что Трамп ответил нашел бы хорошую компанию сетевую и стал бы ее дистрибьютором то есть это отношение Трампа к сетевому бизнесу немножко хочу поговорить вообще о бизнесе как о сетевом в том числе ну в общем-то о любом бизнесе о психологии вообще все новое люди в большинстве своем консерваторы и все новое их конечно пугает да это новое что-то неизвестное ну в общем-то сетевой бизнес это как я сейчас говорю это маркетинг достаточно новый поэтому достаточно много людей как говорится вот купил дешевле продал дороже магазин это я понимаю а здесь как-то все виртуальное но это все современное но я могу сказать что по поводу этой психологии если ты всегда будешь делать то что делал вчера то завтра получишь то что имеешь сегодня в общем-то это понятно то есть если что ты ничего не поменяешь ничего само не поменяется для того чтобы произошли изменения надо ты должен изменить действие и на самом деле я хочу сказать вот это очень важно понять потому что нас так учили вообще нас учили в большинстве я понимаю что я говорю на русском языке это был советский союз что учили как что надо вот в детском садике вести себя примерно потом в школе хорошо учиться потом в институте еще лучше учиться чтобы получить хорошую специальность потом хорошо устроиться на работу и жизнь удалась ну в общем-то многие очень хорошо учились и в школе старались и в институтах учились там или в техникум получили специальность а вот насчет жизни удалось и все хорошо вот тут как-то вот не совсем сложилось на самом деле почему потому что вначале мы все время развивались вот вспомните мы в детстве в юношестве у нас был такой азарт мы все время ставили себе какие-то новые достижения их добивались то есть у нас все время что-то менялось детский садик поменялся на школу школа поменялась школа была начальных классов потом на старшие классы другая школа потом институт потом работа и вдруг вы знаете как попал человек на работу и дальше ничего не меняется дальше развитие остановилось из-за чего кстати кризис среднего возраста все время двигался и вдруг он остановился он там на работе добрался до какого-то потолка и в общем-то никакого движения нет ну конечно спасибо ему что он не на детском садике остановился кто-то мог бы остановиться если бы он остался на детском садике или там на начальной школе это было бы еще хуже ну в принципе остановка на работе куда мы попали достаточно в молодом возрасте это тоже и что дальше дальше одна перспектива это пенсия вот сами подумайте какая дальше у человека перспектива попал на работу дожить до пенсии во время пенсии будет новое изменение в жизни мало радует вот на самом деле что пишет киосаки показывает такие четыре квадрата киосаки то что есть вот наемный работник можно перейти с наемного работника на ремесленник так сказать на частный предприниматель что людей считают что частный предприниматель это уже бизнес на самом деле не совсем больше это похоже на ремесло то есть человек массажист или человек брикмахер или он сапожник ну в общем то он сам работает только работает на себя но все равно оплата у него почасовая что значит почасовая оплата то что если наемный работник говорит сколько ему платят в час то есть я в час зарабатываю столько то даже если ему говорят зарплата за месяц но он может увидеть в своих распечатках рабочих что у него там есть сколько он часов отработал то есть все равно идет какой-то расчет за час исходя из восьми часового рабочего дня то у емесленника оно похоже у него тоже все за час только он не говорит что мне платят за час он говорит я в час беру столько то скажем я за массаж который там делаю 45 минут беру столько можно посчитать пересчитать в час значит сколько да или там за прихмахер или еще кто-то то есть в принципе все равно получается человек зарабатывает по часовой но время ограничено и деньги ограничены естественно вот но это все равно уже выше чем работа по найму потому что по найму хозяин решает сколько ты стоишь а здесь ты сам решаешь сколько стоит твой час поэтому одни и одни массажисты берут за час там одну сумму а другие в два раза больше это уже хотя бы твое решение сколько стоит твой труд ну дальше можно перейти в бизнес вот бизнес это уже на самом деле от зависимости уже нет зависимости сколько ты работаешь сколько ты зарабатываешь бизнесмены могут зарабатывать очень много при этом работать те же восемь часов да не больше и самое это сказать движение это инвестиции да инвестор то есть от бизнеса люди которые зарабатывают на бизнесе часто делают инвестиции здесь ты совсем уже можешь не работать за бизнесом надо еще как-то следить здесь ты не работаешь здесь деньги уже делают деньги то есть ты инвестировал и соответственно получаешь дивиденды ну это как сдаешь квартиру то есть даешь квартиру вот я например сдаю пару квартир да и соответственно получаю дивиденды сколько я работаю нисколько для того чтобы получить вот это вот нужно понять вот эту психологию что если вы хотите построить бизнес вы должны мыслить как бизнесмен вы должны уйти от зависимости время деньги то есть ваша зарплата ваши доходы не должны быть связаны с количеством вашего личного труда еще что важно психологии это что мы должны помнить что мы имеем только то что хотим если мы этого долгое время хотим и не имеем значит недостаточно этого хотим то есть это должна быть мотивация мы про нее поговорим тоже я понимаю что за один вечер за сегодняшний вечер вряд ли у кого-то что-то в жизни вот поменяется кардинально да то есть за один вечер нельзя поменять свою жизнь но за один вечер можно поменять вектор направление деятельности направление мысли и таким образом за один сегодняшний вечер человек может поменять свою будущую жизнь да то есть как где он будет скажем через год хотя вот до этого у него год за годом пролетает никаких изменений нет но это потому что нужно изменить вектор изменить психологию подумать что может быть ты достоин большего может быть заняться параллельно с тем что чем ты уже занимаешься чем-то другим развить что-то другое я понимаю что некоторые скажут может быть поздно возраст уже это сказать чем-то оброс но это на самом деле все неправильно есть хорошее высказывание что если мы не можем повлиять на старт да ну старт уже был то мы всегда можем повлиять на финиш вот это вот всегда то есть если нельзя повлиять на старт можно повлиять на финиш более того могу сказать что каждый человек гениален и поэтому моя задача на самом деле этого курса еще вот пробудить эту гениальность поскольку у большинства людей то есть мы все знаем что у людей есть море способностей море талантов в каждом человеке спит гений есть такое высказывание и скажем в нем все крепче и крепче поэтому этого гения надо разбудить вот я знаю самые печальные высказывание которые дать фразу очень печальны мне прям сразу обидно за становится это вот земля зарытыми талантами богат вы слышали может этого высказывания земля зарытыми талантами богат люди зарывает свой талант потому что они не воспользовались он был он им не воспользовались и так жизнь прошла за как мы говорим зарыть свои таланты вот здесь на самом деле когда вы занимаетесь своим делом и своим бизнесом, особенно таким, как сетевой, у вас будут возможности проявить свои таланты и как раз раскрыть свои таланты. И самое, что я хочу сказать, важное – это именно использовать свои способности, это как раз рычаг, свои сильные стороны. Здесь это очень тоже важно. Что нам мешает на самом деле тому, что я говорю? Что-то поменять жизни и начать делать какие-то другие вещи, которые мы не делали, которых нас не учили в школе, не учили в институте. Вот нас учили до работы. Дальше работы нас не учили. А сейчас я говорю про бизнес. Кого из нас учили бизнесу? Или финансовой грамотности? Никого. Что мешает человеку на самом деле, по большому счету, это на самом деле различные стереотипы, страхи, сомнения и так далее. Вот если вы посмотрите вот эту фотографию, мне очень в интернете ее нашел, очень нравится эта фотография, как жираф рисует с натуры. Есть такое высказывание смотреть со своей колокольни. Когда человек смотрит со своей колокольни, то есть это не значит, что это правильно. Это правильный взгляд вообще на жизнь и на вещи. Это просто твой взгляд, который сформировался за время воспитания. Тебя воспитывали, что вообще богатые, жадные, плохие, недобрые люди, деньги грязь и так далее и тому подобное. Можно что угодно. Но это не значит, что это правильно. Поэтому такие мысли, стереотипы – это опасно, это нереально, я это не смогу, меня обманут, я работаю, у меня нет времени, у меня нет денег, у меня нет опыта. И куча, куча еще миллион причин, которые можно назвать, почему я этим заниматься не буду или почему даже если я буду, у меня не получится. В принципе, все эти стереотипы, вот это вот, что вместо красивой модели я вижу только шляпку, вот вместо красивого сетевого бизнеса я вижу, не знаю даже чего, какие-то пузыречки с эфирными маслами, которые надо кому-то втюхивать, впихивать, а я это не умею. Вот мне только нравится, я масло лимона нюхаю и получаю удовольствие. Вот эти стереотипы нам мешают. Вот я постараюсь их развивать, вот чтобы у вас их не было. Вообще, вот знаете, если вы уже пришли на этот курс, я всегда прошу человека, который пришел на курс, просто на время оставить свои сомнения, вот свои мысли, знаете, вот это вот свое сознание, свой мозг немножко отключить, просто пытаться слушать информацию, впитывать и делать домашние задания. А вот то, что мозг говорит, да ладно, кого ты там слушаешь, Игорь, ему там повезло, вот он вовремя куда-то там втюхнулся, а ты уже опоздал или там масса всего, причем, что значит, я вовремя. Я в 2017 году вступил в компанию Дутерра, а компания Дутерра существует с 2008 года. То есть через 9 лет. Тут вообще не важно вас когда, да, это не принципиально. Важно, что ты там, что ты делаешь. Так вот я прошу всегда, вы можете сказать свою мозгу, слушай мозг, отстань, дай вот я выслушаю, да я этот курс пройду, да я попробую, а потом будем решать. То есть через 6 недель я приму окончательно что-то, чего-то там, я тебя послушаю. Может даже мозг в твое мнение изменится. То есть мозг отстань, это очень хорошо, потому что мозг иногда так мешает, он так забит стереотипами и знаниями, которые неправильные, так скажем, да, бывают вредоносные информации, занесли нам с детства. Причем люди, которые неплохие, но они тоже так хотели нас уберечь от рисков, от всяких там неудач и так далее. И они нас поэтому так воспитывают. Но на самом деле вы же понимаете, что невозможно стать чемпионом мира без проигрышей. Вот так раз занялся спортом, стал сразу чемпионом мира, не проигрывал. Такого невозможно. Поэтому, если человек боится где-то неудач, что где-то он проиграет и так далее, то он никогда не выиграет. То есть это сразу изначально позиция пораженца. К тому же для того, чтобы победить, надо вначале проигрывать для того, чтобы победить. Очень хорошо сказал Христофор Колумб как раз по поводу вот этой психологии и стереотипов, от которых надо отказаться. Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества, потерять берег из виду. Просто и гениально. Что я хочу сказать очень важное про психологию сетевого бизнеса. Вот все я начал, что все домашние задания, все, что я буду говорить, это очень достаточно просто. Вот на самом деле сетевой бизнес, чем он хорошим, он простой, подходит для любого человека, в отличие от линейного, где нужно обладать очень большим количеством опыта, знаний и так далее. В течение курса вы поймете, почему я так говорю, и вы сами в этом убедитесь. На самом деле все гениальное просто. И знаете, есть такая китайская мудрость, самое сложное понять простое, а поняв не усложнить. Мы сами так на русском языке иногда говорим, известнейшая фраза «Будь проще, люди в тебе потянутся». А нам нужно как можно больше людей в сетевом бизнесе. В сетевом бизнесе имеется также понятие такое, как дубликация. Это основа большой, успешной, развивающейся сети. Дубликация – это простые, легко повторяемые действия большим количеством людей. Дубликацию в природе вы всегда видели. Вы всегда в детстве, на сто процентов, я тоже кидали камушки в воду. Такая детская забава – камушем в воду кинуть очень, и там круги пошли. Когда камушек попадает в воду, булькает, то пошли волны. Самое интересное, что камень запускает систему дубликации. Он свое действие сделал, он уже может даже лежать на дне, ничего не делает, а волны образуются и идут. Причем самое интересное, что чем дальше волна, круг находится от падения камня, тем больше площадь этот круг занимает, распространяется. Вот эта картинка, которая у вас перед глазами. Представьте себе, что сетевой маркетинг – это вот точно важный знак запустить волны, обучить людей делать простые действия, которые они смогут и делать, и обучать людей. И это все начнет ваше действие, начнет вот так распространяться по странам, по миру. И чем больше дальше вы пошли круги, тем больше денег вы будете зарабатывать. Что касается домашнего задания, да, этот слайд я тоже поставлю, что очень важно, поскольку это современный бизнес, я сказал, да, с использованием интернета, вот сегодня у нас проходит в зуме занятие, поэтому в том, что вы находитесь в телеграм-канале курса «Сетевой бизнес для чайников», это тоже хорошо, но вам нужно свое место в интернете. Сколько вам не нужен свой офис, да, люди снимают там магазины длиннейного бизнеса, офис, и вам это все не нужно, вам нужно свое место. Вам нужно открыть свой канал и чат в телеграме. Это делается очень-очень просто. Можете попросить любого из ваших друзей, которые немножечко в телеграме там разбирается. В WhatsApp, я думаю, вы и так в группах уже знаете, как это делать, просто Telegram более современный и у него большое количество преимуществ по сравнению с WhatsApp. То есть вам надо открыть чат и канал, куда вы сможете приглашать своих людей. Для начала, куда вы можете выставлять информацию, красивые картинки, описания различные, которые вы можете брать с других групп и выставлять. И в группу вносить людей, которые дали на это согласие. То есть никого так насильно туда не впихивайте. Вот это вот задание первое – это сделать. И второе – сделать список минимум 100 человек из контакта вашего телефона. Вот это очень важно сделать 100 человек. Контакты у вас прямо в телефоне уже есть, то есть не надо ничего искать, только найти свой мобильный телефон, который вы никогда не оставляете, всегда с ним ходите, выходя из дома. И позвоните этим людям, как раз у вас есть в телефонах, и похвастаться, похвастаться именно. То есть никуда ее не звать, ничего им там не предлагать, а просто похвастаться, что вы решились занять своим делом. Они вас воспринимают, как там, я не знаю, что вы там-то работаете, специалист такой-то, и вдруг вы решили заняться своим делом. И еще дело такое интересное – это аромабизнес, аромадизайн. То есть с эфирными мастствами. Вот вы решили, и сейчас пошли на курс сетевой бизнес. То есть вы еще пошли на курс по бизнесу. Ну, раз вы решили занять своим делом, понятно, что у вас там требуется обучение. Вот это вы можете похвастаться, потому что людям всегда интересно, на самом деле, что у вас происходит. Поэтому я спрашиваю, как дела, что нового? Обычно ответить нечего, тушь нового – ничего. Ну так, все по-старому, я там работаю, там же, и жена там же, и дети учатся, и дети выросли. А сейчас у вас есть новое. Обалдительная новость. Во-первых, собственное дело вы закручиваете. Во-вторых, дело интересное, там аромабизнес, аромадизайн, многие эфирными мастами никогда не занимались. На курс по бизнесу пошли. Вот чек, вы знаете, сколько знакомых у меня есть, там чек открыл прихмахерскую. Открыл ресторан. Будь там в таком-то месте, приходи, заглядывай. Ну, это же нормально, да? У вас что-то есть, и чек обязательно про это рассказывает, да? Хвастает. Не хвастается, это нормально. То есть не надо стесняться. Это на самом деле, вот, как называется, пометить территорию. Вот сделать список и всем оповестить, это пометить территорию. Вот смотрите, что делают звери. Звери всегда метят территорию. Для чего? Ну, для того, чтобы не у меня есть голоду. В природе все четко, да? То есть не будешь метить территорию, на твою территорию зайдут другие и съедят всю твою еду. Поэтому, чтобы всех ваших друзей, знакомых постепенно без вас дутеру не пригласил кто-то другой, то у вас есть возможность в вашей территории, то есть вы можете работать на опережение, у вас есть телефон, для вас это теплый рынок, для кого-то это будет холодный, предположим, да? Поэтому, в первую очередь, вы делаете вот это. Причем, из чего вас спрашивает, а что, а как? Расскажи, не надо еще рассказывать, сказать, слушай, я тебе перезвоню, а потом расскажу, я пока вхожу в курс дела и так далее. Но я обязательно к тебе по этому вопросу еще вернусь. Шикарно, еще заинтриговал человек. Он уже ждет вашего следующего звонка. Это домашнее задание. Теперь поговорим про мотивацию. Она тоже будет у нас домашним заданием. На самом деле, вначале для чего, потом как? Почему мотивация у нас стоит на первом занятии, я могу сказать, что большинство из нас вообще часто забываем про нее вообще, про наши какие-то мечты, про нашу мотивацию и потом поговорим, почему никуда не двигаемся? Или даже человеку рассказали, он даже знает, что делать, почему у него так ломает, он все-таки этого не делает. То есть он даже знает, что делать, но все равно не делает. Почему не делает? Потому что отсутствует мотивация. Потому что ему сказали, что делать и как делать, но у него в голове нету самой важной мысли, для чего ему это делать. И человек не знает, для чего ему это делать, он этого делать не будет. Вот поймите, что мы если что-то делаем, особенно напрягаемся, то точно у нас есть мысль, для чего мы это делаем. Поэтому мотивация – это вещь, которая заставляет нас двигаться, потому что мотивация – это именно для чего я буду это делать. Если я знаю, для чего мне это надо сделать, уж как я найду. Я десять раз переделаю, даже если не знаю как. Значит, методом проб и ошибки, но я знаю, для чего я буду стараться. Поэтому это очень-очень важно. Причем мотивация может быть разная. Квартира, кто-то мечтает о доме с участком, кто-то всегда мечтал о каком-то там спортивном крутом автомобиле. Так, а с детства смотрел там, не знаю, мальчик пятилетний или девочка, и казалось, ой, как это круто. Это не важно, что. Кто-то хочет делать кругосветные путешествия, очень нравится путешествовать по миру. Тоже почему-то нет. Но понятно, что для этого нужно иметь пассивный доход, потому что когда ты путешествуешь, ты не работаешь, а деньги должны откуда-то поступать. То есть не важно. Важный вопрос, что вам нужно обязательно-обязательно знать, что вы хотите. И когда вот у человека есть мотивация, вот когда у человека есть мотивация, вот тогда, тогда он двигается к успеху. Потому что успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Это сказал Черчилль. Шикарно сказал. А главное, на самом деле, мы так выросли. Помните, я сказал, в детстве у нас все время какие-то события происходили. Вот ребенок, предположим, не умел ходить. Все мы с вами не умели ходить. Вы представляете, мы вначале ползать научились. Нам хотелось ходить, но мама, папа, старшие, братья, сестры. Люди ходят, а я ползаю. Но непорядок. И мы начали вставать и падать, вставать и падать. У нас была жуткая мотивация. Мы очень хотели ходить. И, кстати, когда ребенок учится ходить, он падает по 50 раз в день. И к нему почему-то не приходит мысль, вот не приходит мысль, а может, это не мое, может, ходить невозможно, может, я рожден ползать. Нет такой мысли у ребенка. Он будет вставать, падать, если ушибся, поплачет. Как только слезы утрет, сразу начнет опять вставать. Пробовать. Как мы ходить научились? Почему? Потому что была мечта ходить. И эта мечта делала нам мотивацию, очень сильную мотивацию. Вообще, на самом деле, чтобы какой-то результат был, да? О чем мы говорим? Я не знаю, какой результат, потому что у каждого своя мечта, своя мотивация. Но в любом случае, вот эта мечта, мотивация, ее надо, к ней надо поставить цель. Цель от мечты отличается, что она более конкретна и есть временные рамки. Понятно, что если цель большая, то это не говорится, что это будет завтра или через неделю. Нет. Делается план на год, на два, на три, разбивается. То есть, человеку важно не то, что он это еще не получил, а важно, что он двигается к цели и двигается к своей мечте. Вот это самое важное, что когда есть мечта, цель, план одновременно, то тогда человек переходит к действию. А действие, вот только действие приводит к результату. То есть, пока нет действий, никакого результата быть не может. Единственный путь между хочу и имею называется делать. Нет другого пути. Вот называется делать. Часто у нас бывает, что есть одни, которые нас учат, мотиваторы, они нас только мотивируют. Мы себе строим золотые горы, ничего не двигается, потому что ничего дальше не происходит. Другие говорят, что нужно ставить правильно цели, учат цели ставить. Тоже ничего не происходит, потому что, может, и мотивации нет, куда цель ставить. Или, опять же, плана нет. То есть, цель есть, нет плана. Другие рассказывают, как все планировать хорошо, а что планировать? Нет ни цели, ни мечты. Поэтому очень важно понять, что мечта, цель, плана, они должны быть одновременно. Вот когда есть мечта, цель, план, вот тогда действие по плану приводит к результату. Причем, что очень надо правильно поставить цель и планы. То есть, с мечтой, тут нет понятия правильно, неправильно, что хотите. Нет ничего невозможного, пока вы с этим сами не согласились. То есть, может быть, какая хочет быть мечта, и на самом деле, если вы верите в нее, и не согласились, что это невозможно, можно поставить цели и планы, вы точно это добьетесь, потому что вы подключаете сознание и знаете, что это возможно. Но нужно правильно сделать цели и планы для того, чтобы мотивацию, вот это сильная мотивация, все время сохранять, что у вас получилось самомотивация. Когда, в каких случаях самомотивация работает? Когда человек поставил такие планы, под планы, и он видит, что да, он далеко, но он двигается. То есть, то, что запланировал, у него двигается. К примеру, человек там, неважно, решил скинуть, да, очень полный, решил скинуть там 70 килограмм лишнего веса. Если он правильно себе все рассчитал, распланировал, понятно, за неделю он не скинет 70 килограмм, если он хочет это сделать, он свое здоровье погубится, скорее всего, некоторые, которые торопятся, они делают все это неправильно, хотят быстро, в итоге слетают с этой программой, и вообще не похудели, и не закрепили результат, или резко похудели, потом поправились, все сделали неправильно, ему надо было запланировать такую вещь. На пару лет, на пару лет запланировать, и постепенно все менять, постепенно двигаться. Да, он за месяц похудел на 3 килограмма, но у него было запланировано на 3 килограмма. В следующем месяце еще на 3 килограмма было запланировано на 3 килограмма. И человек не бросит. Во-первых, не так тяжело, потому что мне надо 20 килограмм за месяц сбрасывать. Во-вторых, он видит, что он двигается. Само-мотивация как в чем? Опаленький, сдвинулся. Ну, 70 нереально звучит, да? А 3 за месяц – реально. А если 3 за месяц – это 36 за год. Если он каждые по 3 килограммчика в месяц, он за год, и когда он за год скинет 36, он скажет, о, за год скинул 36. Еще год, и вот тебе эти 70 килограмм как не бывало. Есть самомотивация по маленьким результатам, по твоим шагам, как ты двигаешься. Это очень-очень важно. Поэтому все должно быть очень четко расписано, и чем вы лучше распишите, и чем вы не будете торопиться, а будете двигаться именно, быстро, медленно – это не важно. У каждого есть своя скорость. Важно, чтобы это было движение к цели. Тогда у вас всегда будет самомотивация. И вообще, успех – это не точка, знаете, какой-то вершины. Успех – это не конечная точка. Успех – это путешествие, это как раз движение к чему-то. Очень хорошо сказал Булгаков, мастера Маргарита. Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Шикарно. И домашнее задание. Первое. Вы должны себе на самом деле дать ответ. Что я сейчас хочу на самом деле? Понимаете? Что я хочу на самом деле? Не Игорь, который ведет курс, не спонсор, не наставник или в Дутере. Понятно, они хотят, чтобы вы успели. Но вы успели в Дутере, а что вы хотите ради чего? Для чего? Происпевает Дутере. Для денег. Для чего деньги? Куда? Мне еды хватает, а с голоду не умираю. Да? Квартира плохенькая, но есть. Крыша не течет. Поэтому очень важно, чтобы вы ответили себе, что я хочу на самом деле. И что я хочу от данного курса. Вот через чех пришел на курс, если он не знает, что он хочет от данного курса, он зря потратит время. То есть, курс не даст ему результат. Он сам мне затяжу, не знает для чего. Он на этот курс попал. Что я сейчас хочу на самом деле? Очень легко я вам скажу, как это сделать. Как найти? Вы берете А4 формата, чистый лист бумаги. Берете ручку. Садитесь в какой-то тишине, чтобы вас ничто не отвлекало. Опять отключаете свой мозг, который стандартно, так сказать, вам какие-то стандартные решения подкидывает, которые, может быть, вы с ним не согласны. А просто не думая, начинаете быстро писать, что я хочу. Попробуйте писать, что я хочу, не думая. Машину, квартиру, вертолет, губную помаду, туфли на высоком каблуке. Неважно. То есть, вы начинаете просто писать. Не думайте, что вы пишете. Вот первое, что на ум приходит, вы пишете. И вы таким образом исписываете с двух сторон этот лист. Быстро. Пишите быстро и не думаете. Вот задали вопрос в подсознании. Подключить не сознание, а подсознание. Что я хочу на самом деле. А вот после того, как вы его испишите, ну, может, вы устали, вы можете отдохнуть какое-то время, не обязательно тут же, но вы возвращаетесь к этому листу с двух сторон, исписанному сотням разных, что я хочу. и начинаете вычеркивать. Да, пойдусь без этого. Не очень это хочу. Вообще, какая-то ерунда. Не знаю, почему написал. Начинаете вычеркивать. То есть спокойно, рука не дрожит, вычеркиваю. Я вам гарантирую, что вы вычеркните все, кроме, может быть, одного-двух пунктов. Вот один-два пункта останутся. Вот то, что останется, что рука, знаете, не поднимется, это вычеркнуть хоть не. Не, ну, это я правда хочу. Это вот все остальное было. Так, ерунда. Вот это вы и хотите на самом деле. И вот ради этого будете ставить планы и готовы действовать. Потому что я сам вам на этот ответ не отвечу на эти вопросы. Я не могу ответить за вас на эти вопросы. А от этих ответов, кстати, зависит, насколько я вам помогу в вашем бизнесе и на этих курсах. Насколько данный курс вам поможет, вот это будет зависеть от этих двух ответов, которые вы сами себе дадите. Хорошо? И мы переходим к следующему пункту сегодняшнего занятия. Это основные преимущества сетевого маркетинга. Ну, как бы по сравнению с линейным бизнесом. Да, вот есть линейный маркетинг, мы сказали, и сетевой. Мы поговорим про преимущества, чтобы вы понимали, чем вы занимаетесь и какие преимущества. Их на самом деле много, но я вам покажу пять основных преимуществ. Первое. Сетевой маркетинг – это приближение товаров и услуг к большому количеству потребителей за счет разветвленной сети. Сегодня все успешные фирмы, у которых есть какой-то товар, стремятся строить сети на самом деле. Вот серьезно, сегодня куда не пойдешь там, не взять даже товар, может быть, услуги. В гостиницу пришел, а это сеть гостиниц, не одна гостиница. В кафе пришел, это сеть кафе. Продуктовый магазин – это сеть продуктовых магазинов. То есть, все, это приближение товаров и услуг потребителям за счет разветвленной сети. Потенциал рынка – весь мир. То есть, если ты правильно строишь сеть, то сеть может оказаться мировая. Ну, типа Макдональдс, да? По-моему, о всех странах мира есть. Второе – командная работа. Хорошая команда идет за лидером, а великая команда состоит из лидеров. То есть, волк-одиночка в Срединенном мире не процветает. Третье – современный бизнес. То есть, работа на удаленке, убраны ненужные посредники, со складок потребителей и так далее. Мы сейчас по каждому пунктику пройдемся еще. Четвертое – нет риска обанкротиться. Все капиталовложения делает фирма-производитель. Пятое – личностный рост. То есть, обучение, обучающие программы, саморазвитие и так далее. Вот это преимущество, которое на самом деле нет в основном линейных бизнесах. Давайте по каждому пройдемся. Вот так выглядит магазин. Предположим, человек открыл свой линейный магазинчик. Хороший магазинчик, но какой у него охват рынка? Я думаю, такой магазин, натуральный даже продуктов полезных, у него органические овощи. В соседних улиц придут. В соседнем районе. Я уже не думаю с окраин города, если там кто-то приедет. Есть такие же магазинчики, у кого-то ближе. То есть, охват рынка небольшой. Дутерра показывал, это по всему миру. То есть, потенциал рынка весь мир. Вот за 12 лет 2008 года, сейчас 21-й начался, ну, а не начал середина, но не важно. То есть, где-то 12 лет компания, она официально открыта в 70 стран мира и, в общем-то, обслуживает весь мир. Там есть система ГАК, я тоже вам расскажу, что человек может заказывать из любой точки. В 70-ти есть официальная доставка сразу по адресу. Представляете? Или у вас какой-то радиус вокруг вашего, там, километрах даже, радиус несколько километров вокруг вашего магазина или у вас весь мир? Как насчет разницы потенциала, где можно заработать? У вас есть товар и у магазинчика есть товар. Вообще, если вы хотите строить сетевой бизнес и хотите, чтобы было как можно больше людей охватить, что это правильно, потому что со всех вы будете получать будто есть бонусная система, то вы должны себе просто задать вопрос. Опять же, задайте свой вопрос своему подсознанию, как я могу сделать, чтобы как можно больше людей воспользовались моим предложением. Задайте сами себе вопрос, как я могу сделать, чтобы как можно больше людей воспользовались моим предложением. поскольку вы гениальны и талантливы ваши способности начнут думать в правильном направлении да как сделать потому что у вас потенциале весь мир как сделать чтобы тысячами да вот вам показывал тысячами а дальнейшем десятками тысяч людей вы что-то людям дали то что много заработать надо чтобы большого количества людей вы что-то предложили что-то дали что-то хорошее чем они будут пользоваться второе командная работа я уже звели сегодня приводил пример да как они месяц территории для чего а для чего звери командные работают значит большинство зверей они вместе буйволы стада буйволов почему они вместе защищаться львов в одиночку было тяжело на стадо буйволов одновременно вы не пойду так легче прокормиться так легче воспитывать детей львы царь зверей тоже потому что они живут семьей то есть лев не самая сильная кошка считается что тигр сильнее льва у тигры вообще крупные тех достигают 350 килограммов веса крупный лев только 250 килограмм но цель зверей то лев даже львы живут большими семьями и льва всегда удачные охотники потому что они работают командно всегда еда будет вообще что сказал очень хорошо генри форт генри форт сказал собраться вместе это начало держаться вместе это прогресс работать вместе это успех поэтому здесь вот командная работа очень важно и это командная работа на самом деле когда вы сколачиваете свою команду это рычаг это мощнейший рычаг для успеха киосаки книжки которые вам сказал да как это тебя делал молодым богатым как раз рассказывал на про рычаги что один из рычагов знаете что кури чак вот архимент сказал до 5 металл точку опоры я переверну землю с помощью рычага это тот что может очень усиливать любые действия рычаг в дл как киосаки время других людей это очень хороший рычаг он идеально используется в сетевом маркетинге полгетти полгетти в 1966 году был признан самым богатым человеком в мире 66 году и вот полгетти сказал я предпочитаю получать один процент от дохода один процент дохода от усилий 100 человек чем сто процентов от собственных усилий что делать бы сто людей и почему они не самые богатые люди в мире они стремятся получать сто процентов от собственных усилий как опыта он говорил наемные работники и ремесленники сто процентов от собственных усилий а сам богачок в мире сказал я я предпочитаю получать один процент от дохода дохода от усилий 100 человек это как раз и позволяет понять принцип сетевого маркетинга да я говорил дублицируемые действия до простые действия выполняем большим количеством людей вот себе представьте себе вот моя организация оставим что там пять тысяч сто двадцать четыре человека но скал там 5600 а это вот просто фотография в личном кабинет здесь важно не что 5600 человек он там есть очень большое количество просто людей которые клиенты потребители покупают продукцию довольны замечательно но есть так называемые звание ранг премьер многие наверно уже слышали маркетинг посмотрели да мы будем еще изучать это уже такое достаточно серьезное звание лидерская серединке где-то таблицы стоит вот премьер ну вот у меня вот сейчас видите стоит сумя 7 и 7 от ранга премьеры выше то есть это премьер может быть серебро то есть люди серебро золото платину как я даже есть один бриллиант нашей лидерской команде да подо мной так вот я представьте себе 77 человек но включая меня у меня есть в день если взять в день 24 часа у меня и 7 7 на 24 это 1848 часов в день вот у меня есть в моем бизнесе до 7 7 человек и это 1848 часов у человека на работе есть 24 часа в день и сто процентов от собственных усилий предположим он умеет делать эти усилия он работает хорошо но у него 24 часа в день естественно все 24 часа в день он работать не может вы представляете это нереально надо спать надо есть там что-то еще семья предположим он да может 14 часов в день каждый работе 14 ну 10 я говорю уже по-любому идет это он долго наверно так не продержится по 14 часов в день а у меня есть 1848 они 24 соответственно всегда у меня будет значительно больше времени рабочего чека часов значительно больше более того могу сказать еще интереснее вещь без меня я могу свои 24 часа убрать из этого то есть не 1848 1824 ничего не изменилось от того что мои 24 ушли что я этот день вообще на месяц ничего не делать останется 1848 часов то есть 1824 извините потому что эти премьеры они не для меня стараются у них есть организации у них есть чеки они получают бонусы работа продолжается вот этот рычаг про который сказал 1966 году пол гетти третье современный бизнес ну как я сказал да линейные бизнесы еще до нашей эры торговли шла и были магазины да и торговые ряды смотрите куда мир двигается созданием интернета а я уж не говорю после 2020 года когда еще карантин и когда вообще большинство линейных бизнеса где нельзя работать на удаленке вообще работать не могли цельный бизнес куда он двигается он весь двигается в интернет удаленная работа через интернет находить клиентов находить партнеров мы можем через интернет до регистрировать людей современный да раньше не могли сетево маркетинг не позволял это делать не было интернета надо было правда покупать товар надо товар было потребителям доносить уже где же не купят сегодня потребители тоже покупают не у меня их все они все покупают тут или дальше обучение на обучение тоже через интернет участку что мы делаем учимся в чем неважно люди ну из какой страны человек тут есть из россии с израиля с украины с европы без разницы обучение тоже через интернет следующее все нашли клиентов или кого-то там все подключили как они делают заказ в интернет-магазине через интернет они мне надо никуда бежать и надо вас где у вас дергать да а где я возьму продукцию они сели открыли кабинет дотера у них уже есть номер пароль с получили свою скидку заказали как они получают товар за ним едут куда-то идут на почту нет им домой привозят заставкой на дом то есть заказ оплата доставка то есть вот это посмотреть насколько это сегодня куда двигается мир насколько вы находитесь в самом нужное в нужное время в нужном месте по сравнению с теми линейными бизнесами в которых люди сегодня даже не понимают что они держатся за старое боятся потерять берег из виду но в итоге они стоят на месте они не переплывут океан то есть работать в интернете это просто вот представьте себе есть у вас все организовано весь процесс у вас организован от вашей работы до покупки конечно клиентов и до доставки товары все работает на удаленке то есть не вируса устойчивый бизнес знаете вот я придумал такое название после тысяч 20 года вируса устойчивый бизнес наш бывает вирус у этого вируса у этого бизнеса как у дутера на самом деле да есть иммунитет на карантин и карантин абсолютно не мешал бизнесу у меня в разных странах люди меня за 2020 год объемы выросли все выросло ничего не упало я не говорю что продукция во первых тоже подходит она там и дезинфицирующие антистресс то есть она подходящие продукции да при наличии такого бардака но и сам бизнес он полностью устроен что карантин и все закрытие ему не мешают идеально четвертое нет риска обанкротиться я за свои 26 лет работы все бизнесе слышал это какие-то мыльные пузыри ты там все деньги потеряешь это лопается чего угодно я слышу от кого а свои там друзей от бизнесменов которые линейными бизнесами занимается всяких магазинчиков там его за свои 26 лет что я видел как только какой-то кризис ну как сейчас был в 2020 году вот и все которые говорили что у меня мыльный пузырь какой-то они все полопались казалось мыльные пузыри то у них они позакрывались они банкротились они меня подвели то из-за вируса то электроэнергия подорожала то и какие-то изменения государства придумала неважно из-за чего важно что твой бизнес закрылся от и деньги потерял линейный бизнес очень легко потерять деньги чтобы открыть даже маленький линейный бизнесе такой маленький не говорю крупные предприятия какой-то там буквально там магазинчик там или не знаю косметический салончик снять помещение сделать ремонт завести оборудование или завести продукцию но минимум 50 тысяч долларов вот все про все уйдет еще каждый месяц съем помещения оплата электричества всякие еще ежемесячные тракты разве можно сравнить с сетевым бизнесом оставить свои 50 тысяч долларов если есть у себя на банке займись сетевым бизнесом дутерра делает все инвестиции причем не 50 тысяч долларов у компании дутера инвестиции на сегодня фонд более миллиарда инвестировано компьютерные программы разработки фабрики склады в лаборатории так далее ингредиенты производства по всему миру склады по всему миру сертификаты компьютерные программы интернет магазины по регионам всего мира вы знаете сколько стоит вот нормальный интернет магазин который по всему миру бы в любой точке обслуживал бы клиентов принимал бы на разных языках принимал бы заказы и принимал бы оплаты это миллионы долларов стоит у вас все и вы все это просто получаете вас или бизнесе вам все это надо делать включая говорю просто сертифицировать продукцию и и каждый год на сертифицировать тоже денег стоит что вы вкладываете в сетевом бизнесе вам нужно делать и в дутере там на 150 на 200 долларов каждый месяц продукции покупать продукцию вот все ваши инвестиции все банкротится вы не можете потому что вы ничего не вкладываете в отличие от линейного бизнеса и послать какой ассортимент продукцию компании дутера вы знаете что такие линейки такой продукции столько выпускать узнать сколько денег надо вложить сколько нужно инвестировать представьте себе а у вас как свой супер фарм свой магазин все для дома да там косметика эфирные масла там шампуни джадоранты вы все равно это все покупали на самом деле биологические активные добавки просто в разных фирмах вот самое главное финансовая неграмотность это когда люди начинают смотреть они в дутере строим бизнес начать смотреть шампунь какой-то дорогой я сам куплю в другом месте полная безграмотность финансовой грамотности это инвестиции в собственный бизнес всегда инвестировать надо собственное дело то есть покупка все что для дома что есть тут это только в дутерро личная гигиена косметика бады так дальше искал только в дутерро вы покупаете если вы покупаете это что-то в другом магазине то вы тратите свои деньги на чужой бизнес а если в дутерро то эти деньги остаются в вашем бизнесе во все равно надо каждый месяц до сделать квалификацию вот пожалуйста делайте еще можете дарить подарки еще можно сдавать пробники мы все до этого дойдем просто должна быть финансовая грамотность вот это очень важно потому что когда я говорил помните про количество людей да я говорил vdl время других людей то на самом деле есть еще очень мощный рычаг мощнейший рычаг который вы получаете от компании дутера это деньги других людей деньги других людей это вложили кто основатели компании дутера до их 7 человек это их деньги потом компания разрасталась разрабатывала деньги опять часть денег до часть дохода опять вкладывалась но это все не ваши деньги а вы всем этим пользуетесь вот по всему миру то есть вы используете с миллионы многомиллионные инвестиции компании для вашего бизнеса для вашего бизнеса я уже не говорю что у меня есть еще как 7,7 премьеров которые тоже инвестируют свой бизнес искал надо инвестировать да вот это 150 200 долларов тут еще 77 может на 200 еще 15400 долларов все это ерунда в сравнении что делает дутерра но все равно и это инвестируется мой бизнес когда у вас рычаги потому что для того чтобы построить большой бизнес нужны большие инвестиции если у вас нет и вы будете копить вы будете скопить и не скопите на большой бизнес сейчас у вас сразу есть большой бизнес международный большим количеством фабрика с большим количеством производств большим количеством ассортиментов и вы ничего не вкладываете 150 200 долларов в месяц все вот вам рычаг этот рычаг дает вам сеть именно сетевые компании другие компании в такой рычаг не дают если есть компании которые там дают бизнес под ключ как макдональдс так это вы должны снять помещение у марта того же макдональдс дорогой кого-то месте заплатить макдональдсу то есть вы там выкладываете колоссальную сумму денег все бизнесе вы не выкладываете деньги вы разориться не можете но хочу сказать для того чтобы что-то получить на начале что-то дать вы да даете да вы инвестируете только не свои деньги то есть не может быть банкотом вы инвестируете свое время и силы чтобы раскрутить этот бизнес потому что наличие бизнеса наличие интернет-магазина наличие складов наличие что 3600 сотрудников компании которые получают зарплату могут обслужить вашу сеть у вас еще нету бизнеса при всем этом у вас есть только потенциал мощнейший вот если вы вложите время и силы и раскрутить его у тогда вас будет шикарный бизнес причем у этот бизнес как раз определяет пассивный доход про который я говорю пятое что очень важно лечить личностный рост саморазвитие самопознание самоопределение самореализация самоуправление самосовершенствование это все вы можете в своем бизнесе сетевом использовать и более большое количество людей и у вас есть неограниченные возможности плюс есть обучающие программы от людей достигших успехов не теоретик то есть я чему-то учу я не теоретик я не тоже это знаю теоретически я этим занимаюсь 26 лет успешно я говорю зарабатывать большие деньги и строй большие организации за какой срок два-три года организация готовы что для бизнеса большого до который ворочает ежемесячно там колоссальными суммами да еще раз страна мира до 2-3 года то есть рычаг образования это очень-очень важно это то что вы можете получить сетевом бизнесе бесплатно это то тот пробел который вы вы не знаете финансовую грамотность вы не знаете потому что я тоже не знал потому что этому не учили где учат финансовую грамотность где учат про пассивные доходы то есть вы можете сейчас в сетевом бизнесе выучить вещи необходимые знания в области бизнеса пассивного дохода финансовой грамотности как я сказал и при этом не от теоретик то же самое по продукции у нас ароматерапевты то есть вас интересует ароматерапия там эфирные масла то же самое при этом такие знания которые нигде практически не дают вы получаете бесплатно потому что лидеры лидеров обучают своих людей бесплатно то есть вам предлагают платные курсы то это выбросные деньги зачем вам платные курсы платные курсы не предназначают результат почему не предназначают результат потому что они хотят заработать на курсах а не на том чтобы вы лучше работали что у вас получилось и что вы состоящие наставники получит деньги с этого деньги за то что вы получаете бонусы у вас развивается сеть вот представьте себе хорошая корпорация крупная она делает курсы повышения квалификации для работников бесплатно потому что она понимает что хорошие обученные работники будут лучше работать и больше дохода принесут корпорации то же самое на наставники которые заинтересованы в вашем успехе они готовы вам давать бесплатно обучение всему что я сказал чтобы у вас получилось и тогда наставники получаются этот доход если наставники не уверены что курсы дают этот результат то тогда они сделают их платными сразу заработают получат доход а у вас ничего не получится но неважно доход получен с курсом поэтому если вы пришли все и маркетинг то всегда у ваших наставников вашей команды всегда будут вебинары и лекции курсы бесплатные пользуйтесь этим и платные вам точно не нужны это было пять вот преимуществ по которой сказал линейном бизнесе вас никто бесплатно учить не будет поверьте потому что это ваш бизнес и никто больше не кроме вас не заинтересован в результате так основные принципы построения развития большой сети сбыта на самом деле основные принципы конечно построения они базируются на чем на козырных тузах какие козырные тузы преимущество преимущество сетевого бизнеса то что говорили понятно что принцип вы должны использовать в принципе при построении эти преимущества как я сказал сетевой маркетинг это продвижение товаров и услуг большого количества потребителей за счет роста разветвленности по всему миру вот вы это используете принципе вы стараетесь выстроить сейчас пройдемся порядку продвижение обучающих программ курсов для дистрибьюторов клиентов этой сети вот что сейчас курс идет да то есть это тоже преимущество бесплатный курс создание партнерских дружеских отношений по всей сети командная работа до преимуществ простая дублицируемая система во обсуждали всегда преимущество для простая система для большого количества людей однозначно тактика и стратегия построения сети это обсудим зависимости от маркетинг планы и продукта и личностный рост всей команды хорошая команда идет за лидером великие команды состоят из я желаю себе и конечно вам что у вас были команды лидерские но продвижение товару злок большого количества потребитель все маркетинг вас не ограничить как рассказал не по территории не границы не языки кстати вы видели в компании сайт компании дутер на скольких языках переводится все все личные кабинеты вы можете менять языки то есть это преимущество которое вам компания предоставляет вы можете работать на законе больших чисел до закон больших чисел это диалектика количество переходит в качество чем больше людей вашей сети тем более больше лидера вашей сети тем сеть и развивается чем больше дохода она вам приносит то есть ваша как говорится принцип построения вы работаете изначально на законе больших чисел поэтому вы предлагаете это всем это тоже очень важно ваше предложение продукции на самом деле всем вы не не решайте за чека ему это надо не надо он будет покупать не будет ваша задача предложить тоже принцип больших чисел срабатывает вот представьте себе стюардесса в самолете и надо раздать чай она идет по салону всем предлагает чай она не выбирает этот восточный такой тип от точно кофе будет неважно она всем вот и 150 их сидит самолет всем предложить чем почему не расстраивается человек соглашать не соглашается когда она не уговаривает у них очень не надо она следующую спрашиваю то есть кому нужно чай она всем даст вот и все принцип очень простой продвижение обучающих программы курса в интернете на 5 вот у нас уже системе в нашей системе арома бизнес который вы находитесь раз находитесь на этом курсе что есть у нас каждый четверг 7 7 вечера до 8 30 ознакомительная встречка для новичков у вас кто-то человек заинтересовался хочет послушать более грамотно да раз по смогу даете мулин ознакомительная встреча для новичков любой ваш знакомый может послушать курс семейная аптечка эфирные масла в каждый дом 5 недель идет причем чем может у него вступить в любую неделю потому что все занятия они сами по себе берут два продукта из регистрационного набора и так эти по два продукта они меняются и так крутится очень удобно пожалуйста бесплатный курс человек не просто купил набор регистрационный он проходит занятия там где по часу о каждой баночке рассказывает по всем методам его применения домашние задания рецепты куда что капать супер постоянно работа проходит в отцапе в телеграме постоянно выставляется разная информация видео промо акции так далее курс сетевой маркетинг для чайников 6 недель вот который вы сегодня посещаете вот сегодня первое занятие тоже пожалуйста все это предоставляет это все у нас в систему заложен и простая дублицируемая систему то есть простая дублицируемая система обучения русского языка по всему миру то есть не важный человек подписался если он знает русский язык он всем этим может пользоваться третье создание партнерских дружеских отношений как рассказал создаете команду ищите единомышленников вместе можно проводить отдых арома-посиделки арома-пикники праздники то есть помимо обучающих помимо каких-то обучающих съездов конференций это можно делать все на природе это можно делать все что вы пожелаете то есть что ваша команда любит кто вы можете использовать скажем способности до одновременно там при встрече могут кто-то делает массаж что-то рефлексологию кто-то учит делать вкусняшки с эфирными маслами пожалуйста людей и способность они могут приложить как говорится можно в команде делать различные мероприятия это очень-очень-очень важно что вы здесь не один и что здесь работает команда простая дублицируемая система пример простой дублицируемой системы это знаете семейное дерево здесь люди которые даже начинают выяснять про бабушек про дедушек начинает рисовать дерево вот увидите фотографию да как вот было два человека из двух человек получилось такое количество людей то есть мы умеем размножаться на самом деле вот в сети в сети вашей сети все очень похоже вот всех кого вы лично зарекрутировали в первом поколении это ваши дети потом пошли внуки правнуки праправнуки вот до седьмого поколения вам вообще платится до седьмого поколения вставлять какое количество людей может быть до седьмого поколения вот я считал кратно трем у нас сила трех есть да вот кратно трем вместе там 39 27 81 256 то на седьмом уровне получается 2000 с лишним человек это при этом что каждый находит всего троих не бог и что и при этом как это знаете как и в семье бывает этот уехал в ту страну это туда это туда что это не обязательно что они все тут живут рядышком на пятачке и они еще разбросаны по миру и там уже находит себе тоже партнеров и все продолжается как семье также вот это вот очень похоже у вас как семья где есть даже поколение что касается тактики стратегия построения сети то очень важный вопрос во первых тактика стратегии надо сразу опирается если вы сетевой бизнесе это от продукции и от маркетинг плана то есть есть отдельно тактика стратегия по продукции как двигать продукт что делать с продукцией для чего нужна также по бизнесу что хочу сразу сказать вот у нас есть эфирные масла это идеальный товар если вы понимаете как с ним работать это идеальный просто идеальный товар для сетевого бизнеса почему он идеальный первое почему он идеальный потому что каждая баночка это пробник то есть его легко давать пробовать одну капельку на ладонь на ладонь растерели взял дома понюхали поднесли к носу чек уже чувств вот слышит ароматы ему уже нравится то есть эфирные масла работают с подсознанием подсознание но это чувство это интуиция это эмоции то есть если пацаны скажет ой какой классный запах мне нравится все уже не надо рассказывать какой классный какой он полезный чем готов уже его брать потому что ему запах понравится то же самое поставили диффузор делаете презентацию может быть вы не так умеете хорошо делать презентацию настоял диффузор с таким запахом все расслабились у всех знаете такое комфортное состояние какая была презентация о как он там рассказывал запахи вместо вас работают шикарно работают до клиента или на вашего будущего компаньона сразу поэтому всегда можно это использовать в отличие от другого товара который даже если это биологически активная добавка скажем ну чек проглотил таблетку ничего не почувствовал понимаете да поэтому здесь во вторых эфирные масла идеальны для профилактики для дезинфекции воздуха профилактики различных инфекционных заболеваний которые передаются воздушно-шкапельным путем также как антистресс то есть профилактика вместо лечения то есть мы можем дезинфицировать воздух в помещении тогда будет меньше болеть шикарно до современный метод окуривания одновременно делать антистресс комфортную зону дома на работе неважно где при переговорах это все работает на вас арома дизайн бизнесов арома дизайн помещений качество жизни другое то есть здоровый образ жизни красота молодость это все эко-дом это все относится эфирным маслом идеально подходит к эфирным маслом я понимаю что арома терапии фирменные масла это вещь концентрированная и очень полезная что ею можно лечить но это неправильная тактика стратегия если хотите построить большой бизнес большим количеством потребителей по всему мира заниматься лечением потому что лечение это не очень индивидуально и это опять вы вы сваливаетесь куда к ремесленнику это разбираться человеком это надо поставить диагноз потом возиться с его заболевание следить как это двигается что-то менять одно масло с другим и так далее там подобное вам это надо большие люди не врачи это не дублицируем и нам надо простая система как это дублицирует из дублицирует невозможно даже если вы учитесь на арома терапевта и что и все должны выучиться на арома терапевта большие люди хотят быть продвинутыми пользователями и хотят никого лечить не хочет пользоваться для себя я всегда говорю представьте себе вы хотите заняться бизнесом в компании дутера если вы будете искать как эфирными маслами лечить у представьте на любого тяжело больного хронического больного какое-то хроническое заболевание серьезное хроническое тогда я не говорю там комар укусил может лавандой помазать чтобы не чесалось нет я говорю про лечение да вот есть серьезное заболевание вот на этого больного есть министерство здравоохранения страны больницы на него работают поликлиники все врачи медсестры клиники альтернативной медицины кто там еще эти экстрасенсы гадалки аферисты но только вас в этом списке не хватает у вас не хватает для этого несчастного больного и все борются за его деньги чтобы он что-то заплатил вместо этого у вас есть такое количество здоровых людей которые могут этим пользоваться свое удовольствие ну где больше денег и где вы сделаете большую сеть и где дублицируем обои поэтому здесь очень важно тактика и стратегии мы от еще проговорим но вы должны понять что если вы хотите пришли сюда бизнесом заниматься вы должны эфирные масла предоставить все это очень просто пользоваться это не лечение это просто здоровый образ жизнь люди ходят фитнес-клубы да фитнес-клубы тренажерные залы не потому что у них спина болит или колени болят и они ходят туда лечиться и здоровые ребята здоровые девчата ходят для того чтобы как бы заниматься физкультурой и спорной чтобы красивый молодыми и подтянут они потому что они лечиться приходит то же самое эфирные масла чем эфирные масла еще не только на физическом уровне работают они работают на психоэмоциональном уровне чтобы все психоэмоциональное здоровье было то что скажем тренажерный залу тяжело сделать эфирные масла легко это делают поэтому вот эта тактика стратегия продуктовые должна быть четкая тогда у вас будет вам легко вашим людям легко если вы будете говорить про дезинфекцию воздуха про арома дизайн про антистресс про вкусную полезную пищу можно эфирные масла добывать взять воду там подливки его оливковое масло орегано пожалуйста опять же не лечение просто легко просто вкуснее и полезно то же самое по бизнесу надо знать маркетинг-план и понимать что основа маркетинг-план а то искать его главное как говорится дальше ключевая ключевая задача по построению это сила 3 вам нужно три компаньона такие как вы потом с ней эти помогаете компаньонам и они тоже чтобы было еще три это 9 потом еще делаете 27 лишь вам надо выстраивать силу трех на 50 долларов потом на 250 потом на 1500 потом чтобы у ваших людей было 1500 поселить и все вы запустите хороший увлекается дублицирую систему и каждый будет выстраивать меня все и знаете как эта стена из кирпичиков строить вот один из кирпичиков это 50 долларов по силе 3 человек и три человека потом он уже 50 получает его люди по 50 получает он 250 кто его люди по 250 1500 и так далее и так можно дойти до платинового и построить трех платиновых это будет половина пути для даймонд резинского даймонд у которого 6 платил то есть опять же вот как я стал правильно поставить планы цели что вас были шаги если вы видели как вы шагаете да и как вы двигаетесь поэтому здесь важно то есть если вы не будете строить силу трех вам очень трудно спланировать построение сети и людей научить также строить правильно сеть и тогда у вас получается разброс шатания и хаотическая система то есть место направленного вектора будет как лебедь рак и щука вектор направлены разные стороны и вроде силы прикладывается а вот поныне там личностный рост всей команды ну это вот хорошая команда за лидером великих команд состоят из лидеров то есть здесь конечно задача что лидеры нашей структуры арома бизнес заинтересованы растить лидеров своей организации то есть я работаю с любым уровнем я не смотрю в каком уровне находится человек если это лидер если человек который пришел заниматься бизнесом я стараюсь любому человеку помочь и то же самое делают мои лидеры то есть почему у нас вот я говорю уже в организации ранг премьер и выше 77 человек потому что эта команда и чем больше лидеров будет в этой команде тем команда будет сильнее и разрастаться поэтому здесь очень важно что здесь все заинтересованы то есть в вашем успехе но в первую очередь вы должны вы вы должны у вас должно быть как я сказал вы должны делать вещи самые важные вы понять для чего у вас должна быть мотивация у вас должен быть план и вам всегда будут помогать то есть я хочешь чего-то добиться всегда будет помощь от верхних наставников да и спонсоров нашей команды что сказал кришнамурти я ничего ничего не учу вас я только держу фонарь чтобы вам было лучше видно а захотите ли вы увидеть ваше дело это первое занятие первое занятие я поздравляю всех с первым учебным днем желаю всем успехов хороших перемен жизни как я сказал в этот вечер да я постарался чтобы сделали себе вектор на другие действия на создать на создание бизнеса для себя домашнее задание я выставлю в группе телеграм телеграм телеграм-канале сетевой бизнес для чайников я сейчас астана останавливаю останавливаю демонстрацию экрана и запись и если есть какие то вопросы то вы можете поднять руку я постараюсь ответить по сегодня по сегодняшнему занятию а а а Продолжение следует...